Добрый вечер, вы на канале А1, у нас в гостях Александр Эрскляр. Мы говорим о музыке в кино, говорим вообще о том, что такое звук в кино. Мы уже спрашивали вопрос, хочет ли он поработать в кино. Да, хочет. И знаете, что самая удивительная вещь? И мне так приятно, любой творческий человек, который, знаете, я бы не хочу поработать в кино. Для меня и не существует такого человека. Кино – это синтетический, пластический жанр. Хоть прислониться там. Ну да, хотя бы попробовать свои силы. Попробуй, попробуй свои силы. Как-то сразу возникает. Вот у нас, мы имитируем прямой эфир, имитируем прямой эфир. Вот у нас звоночек у нас в студии, а в студии у нас звоночек идет такой-то. От Ромашкина. Александр, ура, мужик. Мужик. Вот что это? Ну даже ничего не скажешь как бы на это. Ну ура, спасибо. Вот все-таки по половым признакам, да? По половым признакам вроде так получается. Ну, я думаю, по некоторым все-таки творческим признакам так. Ну вот скажи, пожалуйста, вот это мужик, тебя это задевает? Нет, абсолютно, это хорошее, это нормально. А скажи, пожалуйста, ты не боишься? Знаешь, я всегда боюсь такие вещи, как, знаешь, когда вот по половому принципу всех, да? Да, потом, когда начинают говорить про женщин только в плане сексуальных рабен, ты должна, ну, то есть вот не люблю, когда женщин пытаются, эй, там, на кухне убрать. Нет, 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 нет. И вот это же не стыд, типа, мужик. Ты как вот? Я в данном случае всегда, если это говорится вот так, ну, мне трудно сказать, как это вот в данном случае говорится, но обычно так говорится все-таки, когда судят по каким-то поступкам, вот. То есть, ну, настоящий пацан вот из этой серии, но только не в блатном таком приложении, да? А в таком, ну, как бы мужской поступок, есть же такая штука? Да. Вот, ну, вот я стараюсь, по крайней мере, в творчестве все-таки, чтобы мои поступки характеризовались, как мужские поступки. Знаешь, немножко... При этом женщину совершенно не отружкаю абсолютно. Я могу, как бы, возразить одну вещь, мой опыт работы в кино и потом в малой форме, до этого, там, всякие клипы, но тоже самопроизводство, да, показал интересную вещь, что вот поступок мужчины совершают в кино больше женщины. Может такое быть, да. Ну, кино вообще, как мне кажется, более... Да, нет, само кино, это вообще, конечно, дело мужское, потому что оно очень трудное. И поэтому те женщины, которые прорываются и оставляют свой след, да, они, наверное, становятся, как бы, мужчине и мужчин. Понятно. Вот, уважаемый Ромашкин, да, вот вы спросили там, Александр, ура, мужик. Вы, наверное, намекнули на то, что женщин-композиторов чего-то не особо и есть. Не особо и есть. Не особо и есть. Мужчины больше в кино. Наверняка они есть, конечно, но самые, как бы, заметные, да, композиторы... Ну, мне приходит в голову, по крайней мере, мужчина. Может быть, ты... Не, мужчина тоже, да. Мужчина, да. Вот, знаешь, я думаю, помнишь, что эта история с Моцартом Сальери, да? Представляешь, Моцарт видел музыку в законченном виде, да? То есть он брал так бумажку, так, раз, сейчас, извините, Александр, отвернулся, хоп-хоп-хоп, и ушел. И смотришь вслед уходящему гению, который без мук это сделал. Да, без мук это сделал. Вот так. В этом же суть традиции. Она есть? Да. Она есть. Он в законченном виде увидел. Я же всю жизнь, типа, готовился, говорит Сальери, я всю жизнь пытался, я всю жизнь... Я понимаю, как она должна делаться, а этот берет и просто все в одним ростерком. И ушел. И ушел. Неприятно. Конечно, неприятно. Выпьем за Моцарта и Сальери. Без сомнений, ну, за Моцарта. Да, да. Хотя, в общем, и за Сальери тоже правильно. На самом деле, композитор-то хороший. Вот обидное, кстати, между прочим, мы, уважаемые зрители, помните, мы в одной из передач говорили, как кино влияет на историю, как история влияет на кино. К великому сожалению, мы с вами, и я в том числе, к сожалению, искренне к сожалению, иногда историю смотрим через телевизор, через кинофильмы. И то, что свела вся история через литературу, через разговор, через кино, что Сальери бесталантный. Нет, нет, абсолютно. Это талантливейший, очень интересный. Он очень был талантливый, да. Очень интересная музыка, да. Вот, я продолжаю читать вопросы, которые пришли к нашему гостю. Пишет нам Алексей. Вы не пишете, Алексей откуда, но, наверное, на следующей передаче позвоните, потому что будет уже прямой эфир. В каком фильме хотелось бы вы написать музыку? Ну, в каком фильме, да, сопровождении? Я имею в виду фильм, уже прошедший на экране. То есть, вот фильм на видео. А если бы я был бы там? А если бы я? Ну, запоминаю я все-таки, конечно, и моими любимыми фильмами все равно являются фильмы, которые уже имеют хороший саундтрек. Но, скажем так, можно чуть-чуть перефразировать этот вопрос. Автором какой бы музыки я хотел бы быть к одному из полюбившихся мне кинофильмов? И Александр достает список такой, знаешь? Не, ну я скажу хотя бы один фильм, но этот один будет точно. Автором саундтрека к фильму «Мертвец» Джима Джармуша я хотел бы быть. Но там, насколько я помню, был Янг, да, с этой гитарой. Да, да, там Янг просто с гитарой, да. Да, а знаешь... Гениальный в своей простоте саундтрек. А знаешь, как это было написано? Да, да. Ну, расскажи нашему... Ну, когда был готов уже полностью фильм, смонтирован Джим Джармуш, который очень долго думал, какой кандидат, кого он хочет попросить сделать саундтрек, и понял, что это должен быть Нейл Янг. Он его позвал в просмотровый кабинет. А вы не путайте с медицинским. Не, не, просмотровый, где уже был готов... Он пришел туда с гитарой, он включил, ну, настроил гитару, он ему сказал, сейчас вот, вот я хочу, чтобы ты сочинял прямо сейчас, вот, по атмосфере. Он сел, включил комбик, настроил свою гитару, и пошел фильм без звука. От начала до конца. Ну, почти смонтированный, может быть, потом он что-то там перемонтировал, но, в принципе, пошла вот целиком картинка. И он сказал, я хочу, чтобы ты играл на протяжении всего фильма. Вот просто вот что ты видишь, ты должен это озвучить. Вот, и таким образом создавался трек, да, саундтрек к этому фильму. То есть Нейл Янг, видя, что происходит на экране, и понимая эту атмосферу, эту атмосферу передавал вот этой своей гитаре. По сути дела так этот саундтрек и вошел потом в фильм. Да, маленькое уточнение. На самом деле было совершенно точно так, как говорит Александр, только один маленький нюанс. Когда он его посадил посмотреть кино, дал ему гитару, он сказал, что вот я вот в каких-то моментах, как всегда в кино, хотел бы иметь музыку. Он сказал, знаешь, мне трудно распределиться. Он говорит, давай я сейчас вот тебе что сделаю, а ты потом порежешь. И когда Джармош увидел записан на весь фильм, он подумал, что очень опасно и ненужно пытаться вынимать эти живые произведения, и получился целиковый продукт. Да, потом он туда только вставил отдельные реплики героев, то есть он вставил туда шумы очень-очень, кстати, точно и очень ненавязчиво, и очень правильно. И поэтому, если ты слушаешь вот отдельно саундтрек, ты, конечно, вспоминаешь, в каких моментах фильма возникает эта гитара, вот эта атмосфера, но в принципе он слушается вот даже так. Вот просто вот от начала до конца, как компакт-диск. Да, но вот опять то, что мы говорили чуть раньше, уважаемые, когда мы говорили о том, что должен быть контакт, должен быть... Почему вы говорите, что творчество, любое творчество, если оно называется творчеством, да, это интимные отношения. И когда композитор и режиссер находят те самые интимные отношения, не поверьте, превратно, о чем мы сейчас... Нет, именно вот эти глубинные отношения. Честные, честные отношения. Не стесняясь, говоря о важном, так вот могу сказать такую вещь, что вот Янг, который музыку записал, он же с ним сделал документальный фильм до этого. Он ездил в тур, они с ним... Он был в туре, он там играл, сделал этот фильм, я этот фильм видел документальный, ну, как бы... Ну, где-то интересно, где-то может быть. Да, да, это, конечно, не тот джармуш, которого я в программе уважаю, но у них уже был контакт, уже на молекулярном уровне, и поэтому получается такая история. Знаешь, мне тут дали всякие саундтреки, которые самые топовые, да, там вот «Звездных войн», «Унесенный ветер», там «Психа», «Крёстный отец», «Челюсти», «Лора», ну, там и так далее. Их не так много, там «Розовый пантена». А есть там джармуш, просто нету, да? Нет, нету. А я могу объяснить, почему. Вот мы здесь на канале об этом как раз говорим, не то, что это альтернативный канал. Вообще, на самом деле, мы говорим, что джармуша, альтернатива – это совершенно нормальное чувство здравого человека. Ну, то есть не анархия, а альтернатива. Альтернатива, конечно. Так вот, когда мы говорим про джармуша и «Мертвеца», то все-таки этот фильм, ты же понимаешь, для какой аудитории, ну, разве можно сравнить? Ну, со «Звездными войнами», скажем. Да, да. Но знаете, что меня один раз поразило? Я с уважением отношусь к «Звездным войнам», хотя это не мое любимое кино. Не мое тоже. Не мое кино. Никогда. Мы там другую еду ели, на другом воспитывались. Ну, дело не в этом. Будучи как-то во Франции, думаю, что за музыка по городу звучит? Выхожу на площадь и вижу такую сцену. Меня как-то так покоробило, даже подумал, куда-нибудь потом вставить. Представляешь, католический собор, крест, ну, так, торжественно, очень так, красиво. Перед ним сидит оркестр и играет музыку «Звездных войн». Ага. Сюр. Да, да, да. Живьем причем оркестр, живой оркестр. Живой, большой оркестр, наоборот, какой-то праздник, но он признан саундтрек лучшим. Я понимаю, но, понимаешь, я смотрю, думаю, тут вот тишина и покой, здесь кресты, и вдруг вот эти... Да, да, да. Какой-то, да, вот, сирийный, да? Есть, есть, есть в этом что-то. Сдвиг такой. Скажи, пожалуйста, а вот твой опыт в кино, да? Да. Вот твой опыт в кино. Не очень большой. Да. Как участника процесса не очень большой. Как актер. Очень большой, а как участник процесса... Я зритель со стажем. Да, я зритель со стажем явно и со своими четко выраженными, как бы, вот, пристрастиями, понятными для меня, а как участник процесса не очень большой. Ну, смотри, вот те фильмы, в которых ты снимался как актер, вот тебе комфортно? Я имею в виду нечастный результат. Вот ты входишь, тебе говорят... Да, комфортно, совершенно. У тебя нет такого, там, зажима или какого-то? Нет, нет, совершенно нет. А на чем ты строишь? Вот есть какой-то секрет скляра актерский? Да, конечно, есть. Я очень, я очень внимательно, ну, во-первых, я очень внимательно сначала отношусь к тому, участвую я в этом или нет, то есть вот на этом этапе. Потом, если я участвую, то я осознанно, мотивированно для себя участвую. Скажем, это интересный образ. Скажем, следователь там в фильме, который назывался «Последняя репродукция». Мне показалось, что это образ сам по себе интересный, а самое главное, что я, как непрофессиональный актер, его понимаю, а значит, смогу его сыграть. Как я смогу сыграть? Это уже вопрос другой. Но я смогу, мне он понятен, этот образ. И дальше, после того, как я это понимаю, вот, свои куски я сначала просто совершенно точно выучиваю, чтобы я не был связан и внутри себя не вспоминал текст. То есть на это я трачу время до камеры. А дальше мне уже интересно, как режиссер видит. Потому что, естественно, он может видеть немножко по-другому. Я спрашиваю, вот нужно тут давать эмоции или не нужно? Вот как он видит этот кадр? После того, как он мне объяснил, как он видит этот кадр, дальше я уже начинаю работать полностью сам. Скажем, а вот что является для тебя определяющим, идти на это кино или не идти? На этот проект. Ну, во-первых, интересно ли мне этот проект будет потом смотреть как зрителю. Вне зависимости от того, я там или не я. Если интересно, то второй момент, как я уже сказал, как мне кажется, справлюсь я вот с этим образом? То есть понятен он мне или непонятен? Потому что если какой-то это очень сложный персонаж, я его совершенно не чувствую, то если бы я был профессиональным актером, я все равно должен был бы его почувствовать. А так как я не профессионал, то у меня здесь как бы есть возможность отказаться всегда. Ну, согласись, вот знаешь, я задаю себе вопрос, там, профессиональный, непрофессиональный. У меня опыт в этом отношении довольно-таки большой, потому что снимая, да, маленькие какие-то клипы, я все время брал драматических артистов, я никогда не снимал клипы, я всегда снимал маленькие фильмы. У меня никогда не было вот этих, знаешь, молодых девок. Никогда не было, я не понимал. Вот, и знаешь, я пришел к интересному выводу, что вот тот самый профессиональный актер нужен больше театру. Может быть. Ну, нужно каждый день выходить на сцену, держать ту мысль, ту, которую заложил режиссер. А в кино все-таки, ну, что-то мы договорились, что-то звякнуло, да, и я вот все время говорю, надо все время дать возможность Господу Богу нам помогать. А что это такое? Вот ты говоришь про то, что ты учишь текст, а я пришел к интересному выводу совсем недавно. Вот сейчас я делаю новый фильм на ощупь, и вот там у меня снимался прекрасный артист Баринов из Малого театра, и он как раз подтвердил мои слова, что мне кажется, что вот текст ты выучиваешь, да, и тем самым ты убиваешь, ну, в моей концепции, убиваешь возможности помочь себе. А если, допустим, вот как я работаю, да, мы с тобой общаемся издалека от печки, про роль, про то, а потом я тебе показываю текст, мы с тобой читаем, понимаешь, да, про что? Главное вот это. И если бы мы работали вместе, я бы сказал бы, Саш, давай, сам как-то теперь. Чтобы была возможность, понимаешь, да? Ну да, понимаю. Чтобы была возможность, чтобы ты рождал не только слова. Рождал какие-то даже с ошибками какими-то, которые присущи там в человеческой речи. Но если мы с тобой, вы поймали хребет, да, как вот у рыбы хребет, мы его нащупали, а вот мясо-то... Ну, может быть. Может быть, это другая форма работы. Я вот так подробно, конечно, с режиссерами не работал. То есть вот такого у меня не было, да. В этом смысле мой опыт слишком маленький. Может быть, мне не хватало именно вот такого общения, очень подробного и очень дружеского и глубокого общения с режиссером до кадра. Когда мы просто вот сидим с тобой, долго-долго-долго на эту тему говорим. Вот вообще говорим, что это за образ, который ты сейчас будешь нести. Тут наговариваем. Мы наговариваем его. А потом уже, когда мы поняли, и вот ты понял, что я понял, да, и я понял, что мне кажется, я уловил, что ты от меня хочешь. Может быть, действительно, в таком случае и не нужно точно текст снять. Знаешь, вот когда мы затронули разговор о профессионалах, вот для меня профессионал это... Ну и тут актер, который выходит каждый день на сцену, это вообще трудная отдельная история. Я специально поставил две постановки в театре и оперу одну поставил, чтобы только набраться вот этого опыта. Знаешь, вот я показывал здесь саундтрек из фильма «Коллекционер», который я делал с Петренко, и у меня писала финская группа «Арине радио музыку». Да, уникальные ребята, такие безбашенные, очень интересная музыка. Но я не к этому. У меня занимался Петренко. Я просто подведу к тому, что, знаешь, одна сцена была. Мы сняли эту сцену, и у нас осталось время. Осталось минут 15 времени до смены. И я говорю, здесь есть 15 минут, снимем сценку. У меня была сцена, когда коллекционер, не то дьявол, не то бог, пожирает вот так, не с аппетитом, а с агрессией кильки из банки. Я говорю, давайте снимем, у меня есть время, крупный план, у меня в другой сцене. Он говорит, да, давайте, мы снимаем. Представляешь? Мы сняли. Все, смена закончилась, до свидания, все. Вот, я захожу в туалет, я извиняюсь, если кого смущают подробности, я зашел в туалет и слышу, что кого-то тошнит. Ну, прям не то, что тошнит, выворачивает. Я заглядываю, нет, нет, сейчас поймешь, к чему. Я заглядываю в кабинку, смотрю, стоит уважаемый, ну, я считаю, что гений Петренко, его выворачивает. Я думаю, наверное, кильки, но на следующий день до меня дошло. Был пост, и нельзя было есть. Петренко, будучи профессионалом, не смог мне сказать, Юр, давай через три дня закончится пост. Он это все съел, и он стошнил. Представляешь, какое уважение к ремеслу? Конечно, конечно. Представляешь, ну, к ремеслу. Уважаемые зрители, пока мы здесь еще будем кушать и выпивать, посмотрите, пожалуйста, еще один саундтрек из фильма «Филадельфия». «Филадельфия», да? Брюс Принстон. Да, да, это Брюс Принстон. Вот, он, наверное, тоже мужик. Ну, я думаю, что да, хотя больший мужик, мне кажется, Микки Рурк, который его пригласил сделать песню, финальную песню в его фильме, ну, в фильме с его участием «Рестлер». А ты думаешь, Микки Рурк пригласил? Я думаю, что Микки Рурк его просил об этом. Да? Именно Микки Рурк, да. Ну, посмотрите, пожалуйста, «Филадельфию». Знаете, на самом деле, случайно получилось, что мы вам сейчас поставим «Филадельфия». Если вы помните, там тема фильма посвящена гомосексуалистам, да, которые гибнут от спида. А вначале я вам рекомендовал посмотреть фильм «Харви Милк». Ты не видел еще «Харви Милк»? Нет, еще не смотрю. Ну, сложная тема, и я поэтому, когда вопрос пришел, мужик, не мужик, вот эта тема гомосексуализма, да, понятно, что мы все очень разные, это все очень закрытая тема, да. Поэтому вот мы специально, я говорю о «Харви Милке», и о трагическом конце в фильме «Филадельфия», и «Спид», да, и эти вещи. Задумайтесь перед тем, как вы что-то собираетесь совершить, и все-таки мы отвечаем за себя там. Поэтому смотрим Брюса Спристника. Добрый вечер, вы на канале Иван. Мы кушаем кредки, которые мы сегодня с вами сделаем, общаемся, как всегда, с большой рыбой. Большую рыбу у нас сегодня с кляр. Ну, вы поняли уже, все-таки передача у нас уже, по-моему, девятая или десятая, я уже не помню, да. Мы приглашаем людей, которые имеют свою позицию. Она может быть не совпадать там с моей, и даже с вашим, это супер. Но самое главное, что вот одна позиция, у меня другая позиция, там третья позиция. Хуже, когда в едином порыве все. Вот в едином порыве все. Вот у меня вот еще такой вопрос, Александр. Вот скажи, пожалуйста, тебе комфортно? Ну, хотя этот вопрос, наверное, неправильный. Хорошо, допустим, тебя не узнают, ты пришел в кинотеатр, этого мы убираем. Узнают, иногда раздражает, иногда как-то скучно, как голубь. Допустим, не узнали. Допустим, не узнали. Да не узнали. Тебе комфортно сегодня ходить в кинотеатр? Это, короче, вопрос в том смысле, что очень немного фильмов, которые я заранее знаю, что я хочу пойти посмотреть именно в кино. К этим фильмам в основном относятся фильмы, где в общем-то не надо особо сосредотачиваться. То есть блокбастер. А вот фильмы, которые я думаю, предполагаю, что это фильм, требующий глубокого, вот серьезного просмотра, я вот, как это ни странно, предпочитаю посмотреть дома. Поэтому, да, поэтому я, в общем, хожу, именно вот осознанно хожу в кинотеатр достаточно редко и стараюсь выбирать не такие, не вот массовые большие кинотеатры, типа «Октябрь», да? Вот. Есть у нас в Москве есть маленькие кинотеатрики, где, в общем, идут практически те же самые фильмы, вот. Но где можно и сеанс какой-то выбрать такой более попозже, там, например, да? И, ну, и в общем, конечно, меня, мне требуется определенное усилие, чтобы войти вот в фильм, и поэтому вот эти моменты, которые существуют в кинотеатре, что кто-то там попкорн жует, кто-то прошел, сейчас же это стало нормально, да? А если, знаешь, комментируют? Да, комментируют, кто-то прошел, кто-то отвечает на мобильный телефон, вот. Они меня дико раздражают, вот просто реально дико раздражают, мне очень трудно сосредоточиться на фильме. Я говорю, если это, конечно, не просто не блокбастер, типа там «Чужие» или там «Шурсернеггер». «Чужие», не подумайте, что это мой фильм «Чужие». Нет, я имею в виду «Чужие дот» блокбастер 1, 2, 3, 4, когда они ели вот эти вот блокбастеры. Тогда, конечно, наверное, их интересно смотреть именно на экране, потому что это спецэффекты, это широкий экран, конечно, широкий экран, он для этого и предназначен. Вот, поэтому, ну, в общем, я не очень часто хожу. В общем, уважаемые зрители, вот то, что мы с вами говорили не один раз, что все-таки кино превратилось в развлечение, в аттракцион. Конечно, когда ты ездишь с семьей на американские горки с мороженым, тебе абсолютно все равно, кто рядом кричит. Абсолютно. Вот, на самом деле, я мечтаю, чтобы не только в Москве, а во всей России появились все-таки залы. Я очень хочу открыть, допустим, свою сеть небольших кинотеатров. Маленьких кинотеатров. Да, где собирались бы люди, и был бы, скажем честно, даже бы фейс-контроль. Может быть. Где стоял бы человек в форме, который, вы знаете, извините, не объясняя причин, вам в этот кинотеатр. Не надо. Не надо. Просто не надо. А я же деньги. Вам сегодня не надо. Не потому, что там, уважаемые, собираются элитные люди какие-то. А просто вот вам за углом. А здесь люди придут кино посмотреть. Потом не напиться, а чуть-чуть выпить и поговорить о кино. Вот я мечтаю, когда... А вот потом выйти из кинотеатра немножечко, ну, в смысле, из зала, немножечко вот среди своих как-то обсудить. Чуть-чуть, чуть-чуть. Причем, когда, я обычно говорю, когда Саша говорит, что своих он имеет в виду, не своих друзей. Нет. А вот даже с кеми вместе посмотрели это кино. Да. Свои на уровне крови. Да. Крови. И даже если этому-то своему не понравился, а мне понравился, или, например, мне не понравился, а ему... Мне же интересно знать, а почему он ему понравился? И чем? А мне, скажем, нет, чем? Что его проняло? Да. Вот. И в этом смысле, мне кажется, вот идея киноклубов, да, то есть вот когда люди собираются, они уже понимают, что они серьезно, ну, то есть они осознанно осмотрят, относятся к просмотру кино. Вот эта идея была бы очень здоровая. Ну, вот киноклуб же у нас типа фитиль вот такой он позиционируется, да, как киноклуб. Может быть, еще там 35 миллиметров, вот такие вот. То есть там иногда вот... Ну, это все равно очень, даже, знаешь, на такую миллионную Москву мы говорим о таких, да, это вообще, да, если что дома у меня смотреть, это точно так же.